Приятные впечатления от отпуска за пределами города могут испортить какие-либо заболевания или травмы. В экстренных случаях медицинскую помощь вам окажут обязательно. А что делать, если необходимо амбулаторное или стационарное? А полиса обязательного медицинского страхования с собой нет. Послушаем мнение губкинцев. Нет, не знаю, у меня не было такой ситуации. Платные услуги, только я знаю, и все. Только за деньги в таком случае. Искать знакомых, которые пойдут домой, пришлют скан. Я, наверное, обращусь туда в платную клинику. Там без полиса можно за определенную сумму пройти каких-то врачей или анализы сдать. Можно без полиса. А в государственное медицинское учреждение не будете обращаться? Ну, можно попробовать спросить, по крайней мере, там уже проконсультируют. Можно без полиса. Может быть, можно обойтись по номеру как-то или скан перешлют. Ольга права. Даже при отсутствии полиса медицинского страхования в государственной клинике можно получить услугу. Если полис все-таки остался дома, его номер всегда можно узнать своей страховой компанией. Контактные номера телефонов размещены на сайте Центрального фонда ОМС в разделе «Реестр СМО-ИНАУ». Также отметим, что на время отпуска не нужно ставить в полисе какие-либо отметки, так как вы покидаете регион временно. На время отпуска не нужно ставить в полисе какие-либо отметки. Однако, если у вас запланирован переезд на постоянное место жительства в другой регион страны, необходимо обратиться в страховую компанию по месту новой прописки. Согласно закону о медицинском страховании граждан РФ, гражданин обязан в течение месяца после изменения места жительства сменить себе страховую компанию и выбрать медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи. Отметим, что гражданам Российской Федерации полисы выдаются без ограничения срока действия. Иностранцы получают его на календарный год, то есть до 31 декабря года оформления документа. Наталья Рябинина, Илья Квасов, Денис Вильков. Новости Губкинского. Продукт.